Девушки отдыхают Понимаете, каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню Да, но декабрь еще не скоро Это несущественно Да Да? И что же? Дело в том, что в бане у меня украли трусы Трусы? На чем мы остановились, друзья? Ты только задевался, тебя уже едят с потрохами Что ж, носитель практически съеден, но информация, кажется, уцелела Я бы хотел ее получить Но прежде я окажу вам всевозможную помощь, на которую только можно надеяться в вашем положении Хей, привет, друзья! Итак, Петька Василь Иванович 6, эпизод 3 Новая реальность Подписываемся, друзья, оставляем комментарии, жмем на колокольчик Не забываем оставлять Делиться с друзьями Итак, кинокомпания Boco Entertainment совместно с компанией Сатурн Плюс Представляют Загружаем игру На чем мы остановились И поехали, друзья! Так, пошли дальше Нам теперь нужно пройти в ту арку Идем направо В проулочек Идем мы к ателье Пошли дальше Это мы проходим мимо поликлиники какой-то Или больницы Пока нам здесь не нужно ничего Вот здесь нам нужно будет поговорить О, женщина! Разрешите представиться? Коля Ну вот, докатилась Знакомлюсь с пьяными мужиками, да еще и на улице Да уж! Послушайте, уважаемый, чем это вы тут занимаетесь? А я тут сижу Подробнее Понимаете Каждый год 31 декабря Мы с друзьями Ходим в баню Ну вот, еще один Идем вспомнили Да, но декабрь еще не скоро Это не существенно Важно другое Да? И что же? Дело в том, что в бане Меня украли трусы А как я по-вашему пойду домой без трусов? Жена меня Моя жена меня Моя жена просто-напросто не поймет Конечно не поймет Вы же возле него как раз и сидите Вот Та же мысль пришла и мне Поэтому я и пришел сюда Но вы представляете, они ночью-то не работают Придешься ждать до утра Что ж Дело молодое У всех свои развлечения Да уж Так, ну что Послушай, Николай Нам надо сейчас с ним поговорить Здесь нужно Как бы Жена тебя не потеряла Жена тебя должно быть потеряла Позвонил бы хоть ей что ли Чтоб не волновалась А ты думаешь Я не пытался? Так не получается Пальцы как и мои Не служат Комбинации не сладко Да, ужас один Знакомая проблема К сожалению, ничем не могу помочь Он ты делаешь, что можешь Как мне тут недавно сказал один умник Спешите делать добро Ого И оно к тебе не раз еще вернется Ха-ха-ха-ха Я знаю, кто это сказал Ладно, что от меня требуется Сущие пустяки Позвоню моей жене Пусть она меня заберет И делает со мной что хочет На свое усмотрение Да, бедный-бедный Коля Хорошо А номер какой? Ты у меня спрашиваешь? Откуда я знаю? Тьфу Вот это да Весело, однако Девушка Позвольте сделать Да Возьмем веник еще А то Нужно будет его взять Я в глаза Пусть я дарю От души Вещь для каждого необходима Хм, заинтриговал Ну бери Вот он рядом со мной лежит Это же веник Да-да, это тот самый веник Слушай, сестра Я ведь от всего сердца дарю Не обижай меня, пожалуйста Цветов не дарит Так веник чем не букет Пригодится, бери Мне он теперь ни к чему У гробов И так обоим Хе-хе Юмористы, однако Коля Пошли Вот Илье Поговорим с тетей А та я под телефоном болтаю Так Это не вас мужчина Там на улице ждет Это случайно Не вас мужчина Там на улице ждет А как он одет Да так себе Если честно Тогда не меня Хотя Нет Точно не меня Я так и подумала Так Теперь нам нужно Дать ей веник К вам тут мужчина заходил С веником Он до сих пор у ателье сидит Абсолютно неуменяемый Как же, как же Знаю я и его И его жену Сладкая парочка Ну так позвоните ей Пускай заберет мужа А то сидит там на земле Ха Нет уж Спасибо Звоните сами А у меня уже рабочий день Закончился Я вам даже номер его домашний скажу К счастью он не сложный 92-184-412-540-937 Тем не забудете Что вы Очень просто Такой несложный номер Разве забудешь? Да Попробуем теперь его набрать Какой телефон странный Ладно, что без диска Но тут даже цифр нет Одни значки какие-то Набираем Как на обычном Мобильном телефоне Но Мы набираем И там увидите На вызов Алло Абонент выбыл на зону Надеемся на ваше понимание Похоже номер неправильный Надо еще раз попробовать Да не надо пробовать Бесполезно, друзья Идем к мальчику Здесь уже можно пользоваться Картами, друзья Чтобы Не ходить долго А сразу перелететь Туда, куда нам надо Вот Пошли к нашему пацану Всевидящему Всезнающему Всеумеющему Интересно Детский голос Сойдет за мужской Не дадим ему телефон Вова Тут вот какое дело Знаю Мужчина пьян И не может Позвонить домой А его жену Раздражает Незнакомый Женский голос Слушай Откуда ты все знаешь? Я просто знаю Давай сюда телефон Номер такой Девяносто два Можешь не продолжать Я знаю Вот такой он у нас Всевидящий Всезнающий Уникум Гражданка Веревкина Слушайте меня Внимательно Ваш муж Сидит пьяный Перед входом В ателье Сейчас вы Оденетесь Выйдите на улицу Поймаете такси И заберете Вашего мужа Вам все понятно? Да Выполняйте Вот и все Да Глубо растет Матерый Человечище Ну что Опять воспользуемся Картой Летим обратно Туда К нашему Отелье Эй Где у нас Отелье? Вот Однако Николе не живет Его уже нету Пропустила сцену Горячей встречи Зато шляпа осталась Ее нужно взять Шляпу потерял Что ж ты Коле Так неаккуратно Ого Тяжелая Не иначе Как за подкладкой Что-то спрятано Да уж Применяем на ножик Пороть шляпу ножа Распарываем ее Такое барахло Не жалко И находим там деньги Будем считать Что это мои боевые Задействия На семейном фронте Вот так Вот так И отличненько Друзья А теперь Идем к бабке Которой мы оставили Золотые роликсы И отдаем ей деньги Подписываемся Друзья Пока тут ходим Не забывай Нажать на колокольчик И обязательно Поделитесь С друзьями Вы знаете Вышло так Что я заблудилась Блуд Дело молодое Для нас новое Неосвоенное Гарантий мало А так все Все в наших силах Если в цене Не спасаешь Ну-ну бабулька Давай-ка Включай свое Привидение Интересно За такую сумму Можно золотой роликс Назад выкупить? Что милая За часами Вернулась Вот так вот А вы откуда знаете? Прозорливая Ночи Давай деньги Зважно прозорливая Да Да Анка Наш огонь На здоровье Мумии Привет Мумии Чего меня? Ты это зря Ты к нему Присмотрись Он При жизни Справный Мужик был Хозяйственный Ладно Не будем И присматриваться Идем Прямо к нему Так Сейчас нам нужно Попасть К той больничке К лазарету Так Здесь Есть Телефон Пытаемся Позвонить Не позвонить А Ну Вызвать Никто не отвечает Наверное Звонок сломан Так Теперь Применяем Наш Заговор На люк Зачем Ногти ломать На люке У меня есть Прекрасное Заклинание Его надо Только почитать Вот-вот Берем Заклинание Это мы так Проверим О великий Дух Нижнего Прохода Обращаюсь К тебе В величии Твоем В твоих силах Снять печать Из чертогов Твоих Да не будут Они Осквернены Вовеки Воистину Велика Власть Твоя Крепок Дух Твой Позволь Мне Ничтожнейший Из смертных Смиренно Смиренно Ступить Под твой Покров И в знак Своей Милости Приоткрой Этот Люк Позволяю Тра-рах Побобах Спускаемся В подвал Нам нужно Вернуть Роликсы Нашему Сантехнику А то Он на спокое Не оставит А этот всё бродит, бродит. Ну ладно, попользовались и хватит. Надо меру знать. Гражданин сантехник, ваши часики? О, увидел. Ну давай, что ты будешь делать? Никак. Надо ломать загородку. Вот так вот. Да, как же ты всё медленно делаешь. Вот это силище. Не то слово. Смотри, как бы он тебя, Анка, не того. Не этого. О, и всё, и обессеял. Устал, касатик, умаялся. Так, посмотрим на провода. Это обыкновенный кабель. Обыкновенный порванный кабель. Вот почему не работал телефон. Не телефон, не телефон, а переговорное устройство. Берём вот этот вот пруд железный. Железный пруд. Да, да, да. Это я так, к сведению. Да, откуда ты всё знаешь? Ну давай, применяем пожелезный пруд. На провода. Вот вам и проводник. Так, помню ещё и школьного курса физики. Теперь и ток по проводам пойдёт. Смотри, чтоб только и током не стукнуло. Пошло. Ну всё, пошли наверх. Идём в лазарет. Ну сначала нужно будет переговорить по переговорному устройству. У нас ещё нас не пустят просто. Так, вот так. О, заработало. Доброй ночи. Вы мне не откроете? Конечно, не открою. Срочно откройте. Я привезла больного. Срочно откройте. Я привезла больного. А вы кто? Скорая, что ли? Так, больной нуждается в срочной помощи. У меня больной, нуждающийся в срочной реанимации. А чего с ним? Головой, что ли, ударился? Ага. Сейчас идёт начальная диагностика. По результатам первых анализов и исследований можно с уверенностью сказать только то, что как раз голова у него, скорее всего, и не пострадала. Это точно. Состояние других органов пока определить сложно. У нас есть-то только голова. Как пострадал-то, парень. Сейчас, сейчас. Открывай уже. Пошли. Коли нам открыли, заходим. Чудесненько. Так. Вот с этой бабулькой надо поговорить сначала. Чего надо? Скажите, а что это за лечебница? Больница мозговой хирургии. Имени Франко Эйштейна. Как интересно. Ничего интересного. Обыкновенные лазареты. Нечего тебе тут без надобности шляться. А мы не без надобности. Берём голову и применяем на бабку. Вот он мой тяжёлый больной. Какой же он тяжёлый. Вам всего-то килограмм три будет. Ну да, в голове-то. Хорошо. Но здоровым же его не назовёшь. Почему? Довольно здоровый. В диаметре. А что же его теперь бросить без помощи? Ну зачем бросать? Голова предмет тёмный. Обследованию подлежит. Иди в лабораторию. А там по результатам уже прикинем, куда его. А где тут лаборатория? В лифт иди. У него внутри кнопка лаборатория. Нажми и доедешь. Только гляди, не перепутай, а то уедешь ещё куда-нибудь. Кто знает, как правильно, лаборатория или лаборатория. Пишите в комментариях. Покатаемся в лифте. Что там санитарка говорила? А, кнопку не перепутать. Обязательно не перепутать. Подписываемся, жмём на колокольчик. Оставляем комментарии, друзья. Если хотите увидеть в будущем ещё новые игры. А вы увидите первыми. А это утка обычная больничная. Так, берём вот этот вот баллон. Это, по-видимому, баллон с кислородом. Надо брать. Пригодится. Актуально сегодня, да, друзья? С нашим коронавирусом. Резиновый шланг вещь хозяйственная. Баллон обязательно нужно взять. Так, теперь что у нас там? Ну, посмотрим сейчас ещё, оглядимся. Может быть, это бочка для засолки огурцов. Ага, точно. И это тоже. На фен для сушки волос не похоже. Так, ладно. Берём баллон, ставим вот на этот прибор. Когда я работала медсестрой в самочасти, я видела нечто подобное. Полезная вещь, опыт. Да-да-да. Так, дальше что у нас там? Берём гармошку, ставим. Только в другом порядке не надо, друзья. Попробуем собрать аппарат из подручных средств. Только так. Надо же, подошло. Так, теперь берём шланг. Теперь попробуем подсоединить шланг. По-моему, аппарат собран. Осталось опробовать его в действии. Да. Теперь берём голову. И ставим на аппарат. Метод научного тыка – самое великое изобретение человечества. Так. Ну и надо включить аппарат. По-моему, всё правильно. Выглядит как внебрачная помесь самогонного аппарата и паровой газонокосилки. Ага. Так, надо отойти, а то мы не можем на кнопку нажать. Отойдём чуть-чуть в сторону. И нажимаем на кнопочку красную. Заработало! Как говорил один мой знакомый механик, нажмём на колдобину со стороны загогулины. Я вам так благодарен. О, заговорила голова. Вы себе даже представили, что вы героически спасли меня из лап тёмных. Будем реалистами. Речь идёт лишь о вашем фрагменте. Впрочем, безусловно, важном. Ещё немного, и мне бы пришлось спасать его, то есть тебя, из их желудка. А кто они такие, собственно, эти тёмные? Ну, сейчас мы всё и узнаем. Может быть. Тысячелетиями длилось противостояние света и тьмы. Лучшие войны обеих сторон сходились в сумраки, чтобы сразиться. А что такое сумрак? Сумрак? Вы не знаете, что такое сумрак? Сумрак – это тот слой мира, из которого проистекает сила света и тьмы. Я почти уверена, что он в родстве с Вовочкой. Ага. Скажите, а как вышло, что вы не умерли? Голова – это, конечно, важная часть тела, но для меня, например, всё остальное тоже не сказать, чтобы лишнее. Общеизвестная истина гласит. Светлое всегда лучше, чем тёмное. А потому тьма не сможет превозмочь свет. Тьма по самой своей природе бессильно повредит свет. Хм, я всё поняла, спасибо. Не за что. Могу ли я ещё чем-либо помочь? О, да. Отлично. Раз вы так хорошо разбираетесь во всём тёмном, вы наверняка знаете, как достать тёмного Ханникина. Хе-хе-хе, она там пропила. Достать тёмного Ханникина? Это слишком опасно. И всякому под силу. Зачем это вам? Действительно, зачем это нам? Так уж вышло. Ну, раз надо, значит, надо. Сейчас он расскажет всё. Расскажет. Видимо, теперь твой челёд настал. Слушай внимательно. Помочь достать тёмного Ханникина может только сам серый Гендальф. Чтобы встретиться с Гендальфом, необходимо прийти на шоссе и, стоя лицом к сумраку, надеть на палец волшебный перстень. А где этот перстень? У меня, на пальце. Должна заметить, что пальцев у тебя теперь нет. Ни единого. Увы, тут я бессилен тебе по мне. Палец у меня откусили и, вероятно, проглотили в неравной больме. Возможно, он сейчас переваривается в желудке одного из упырей. Вот если бы ты... Брррр... Уж не намекаешь ли ты на некротелию? Какая некротелия? Так ты можешь достать перстень и вызвать серого Гендальфа. Весело. Ничего не поделаешь. Путь светлых непрост. Да. По тебе это видно. Подписываемся, друзья, жмем на колокольчик, оставляем комментарии. Делимся с друзьями обязательно. Если вы хотите увидеть следующие серии раньше всех, то это будет только через колокольчик. Так. Обращаемся к карте. Возвращаемся в парку. Применяем металлоискатель на наших убитых вордалаков. Как показывает практика, это должно сработать. Вот вам и перстень. По-моему, я что-то нашла. И не надо ничего. И это что-то мне очень напоминает драгоценный перстень. Рогочка. Отлично. Перстень есть. Ну-ка попробуем сразу. Головодруг говорил, что это надо делать именно на шоссе. Вот на шоссе и сделаем. Но это будет следующая серия, друзья. А пока подписывайтесь. Пока мы сохраняемся. Выходим из игры. И так, смотрите в следующей серии. Самого лучшего пива. А ты сама-то за какое дело мазу бы держала? За светлая? Или за темная? Лично я симпатизирую красному. Хотя, конечно, на вкус и цвет товарищей нет. Круто. Как говорят культурные люди, я фигею. Ну пока, друзья. Он фигеет, а мы с вами прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok